Всем привет, я на охоте, сегодня у нас вторник, последний охотничий день. Он приехал в угодье, выпал снег, ночью шел, потом прекратился и с утра опять шел, поэтому следы, я думаю, что позасыпало. Так называемая первая мертвая Пороша, заяц по-любому не поднялся, я сегодня решил сам, без Чивы, без Оли поеду, думаю, посмотрю, тут грядочки такие интересные на полях, где мы на утку охотились. Плюс мне еще пришли манки, нордик предатор и баггарнер, тоже предатор, купил я себе маночки на лесу, на хищника, крик раненого зайца, вот сейчас покажу. Так, это баггарнер, тут еще есть такая вот свистулька, имитирует писк мыши. В другую сторону дуть, ну то есть два в одном получается. И что интересно, ну сейчас покажу какой тут, вот так, тоновая доска, интересно сделано из какого-то металла, из алюминия, наверное. Вот такая вот. Что интересно, он так сделан, в него даже выдув, то есть не нужен, можно просто вот щеками дуть. Я думаю, даже ребенок в этот манок. Вот, сейчас щеками буду. Так, ну и нордик предатор. В этот уже дуть потяжелее. Ну как-то так. То есть я не специалист, первый раз в жизни это делаю, грубо говоря. Ну так, чуть дома потренировался, попробую сегодня, возможно получится, лису какую-то подманить, или хотя бы увидеть реакцию, если где-то лиса будет мышковать на поле. План такой, походить вот по этим грядкам, которые тут на полях. Почему не брал щиву? Потому что там в каждой грядке норы. Немножко походим, попробуем добыть лису, и там уже по обстоятельствам. Если вдруг наткнусь на след зайца, то, конечно, буду тропить зайца. Ну это навряд ли. По моему опыту в такую погоду не найти следа зайца. Да и я думаю, сейчас лиси следы будут приметены. Все, вперед. Вот эти грядочки, которые я хочу пройти, начинаются отсюда. И в каждой из них, в которые я заходил, были лиси норы. Сейчас мы пройдемся, посмотрим. Да, следа вообще ничего нет. Ни одного. Ну в такой, в такой штуке лиса-то навряд ли будет лежать на самом деле. Если только, если только в норе, либо просто проходом. Короче, у нас тогда сегодня будет, я так понимаю, скорее разведывательная операция, чем охота. Ну посмотрим, вдруг нам все-таки улыбнется удача. Так, а вот и лиси след первый. Ну такой, вообще запорошенный-запорошенный. Так, тут что, по следам лисица вижу. Вон след лисичий. Лисички-сестрички. Тут видно, насколько следы заменуло. Ночные. Ну, вот здесь уже практически не видно. Непонятно. Вот тут видно более-менее. Уходила тут лисица, в общем-то. Что, прошел я тут первое поле. Вот этих грядочек, что я говорил. В одной только я норы нашел, может просто не наткнулся. Ну там дальше я ходил, помню, блин, вообще везде были норы. Следы лиси увидел. Ну тоже такие приметенные, где-то сильно приметенные, где-то слабее. Как бы след можно различить. Перееду сейчас туда, где мы на уток охотимся. Там постоянно сейчас чива лис гоняет. Попробуем там поманить. Может что получится. Гуси, да? Десяток гусей. Сидят гуси на поле, прикольно. Ну, посреди карты с десяток гусей непонятно каких. Может серые, большие, крупные. А утки вот, большое стадо, никуда не улетело. Сейчас покажу их. Вот они кружат там, кружат. Сейчас мы их. Вот они. Огромная стая уток. Никуда они не улетели, остались здесь. Да, вот они. Ого! Ну ты сейчас стабильно. Надо идти смотреть, пока они сядут ждать. А я хотел там поманить лису. Какая там лиса? Утки. Часть на поле, часть летает. В общем, я не думаю, что можно к ним подойти. Надо ждать, пока они на канаву сядут. Или что-то налетит. Или как. Даже, даже если честно, не знаю. Ну, будем пробовать. Ох, сколько там их. Что они там вытворяют. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Вот это да, капец. Они же все на поле. Они не на канаве, не на воде. Они на поле. Прямо посреди карты сидят. Ну, не подойти. Я не знаю. Надо как-то... Сейчас буду как-то думать. Все, лиса. Манение лисы здесь отменяется. Еще лису мы... Ой-ой-ой. Что за табунище? Ну, там и на канаве они по-любому сидят. Сейчас попробую в крачи спрятаться. Да буду, если что, стрелять под тем, что налетают. Или даже не знаю, если честно, что делать. Круто, круто, круто. Они посреди поля. Что они там вытворяют? Ого-го. Обалдеть. Вон ходят, ну, сколько? 200 метров от меня. 250. Но как к ним подойти, это вообще отдельный вопрос. Вот, чуть начал идти, сразу снялись и пошли. И пошли. Так, ну, утки посели в корчи, короче. На озерцо в корчи. Не знаю. На канаве, я думаю, что тоже что-то должно остаться. Сейчас попробую подойти. Но я чуть начал идти. Они же на поле сидят. Чуть начал подходить. Ну, 30 метров прошел, они снялись. Круга дали и... в корч. Упали. Спугнуть их, они все равно будут туда накручивать, накручивать. Это 100%. Так, на канаве нету. Ну, я знаю, где они все сидят. То есть, если я их подыму, в теории там, они где-то покружат и должны опять сюда прилетать. Еще интересно, вот я сейчас на канаву вышел, ни одной утки на канаве не осталось. Все вот они большой, этой кучей и летают. Их-то! Так, на канаве не могу. Семья-то! Их-то! Семья-то! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далеко 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 Не нашел двоих Этих подранков Ну хотя бы одного чтоб нашел Блин вроде чего все обошла Где то ее лиса Это все таки прикосила Смотрю кровь остается на снегу Достанутся эти подранки скорее всего Что лисе А может уже достались Не зря она тут тусовалась Не успешно вернуться И уже все твою добычу увели Гусь Ну что в итоге Не нашел я Ни одного из тех двух селезней Очень жаль Чива не нашла хотя старалась Ну чего молодец Словила лису в камыша Это дорогого стоит Сейчас по быстрому Уток поскубаю и полечу в город До темноты Ну уже в принципе темнота Сейчас туда сюда и темно Можно было там еще конечно постоять Но уже все Уже наохотился на сегодня Гусей хоть посмотрел Это серые были 20 штук налетело Вот машина проехала Это они наверное их испугали Короче Охота сегодня была интересная Только жаль что остались под ранки А так в целом отлично Вот такая вот ребята Получилась вот охота у меня сегодня Оценивайте видео Подписывайтесь на канал И увидимся в угодьях Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok